Излучение не нужно бояться, но следует относиться к нему с должным уважением. Игорь Курчатов В последнее время большое внимание в образовании уделяется экологическим проблемам, решением одной из которых является защита от загрязнений окружающей среды радиоактивными веществами. У некоторых людей до сих пор прослеживается фатальный страх, особенно после чернобыльской катастрофы, от осознания облучения и возможности поступления радионуклидов в организм. Однако следует учитывать, что наш мир изначально радиоактивен, и радионуклиды естественного происхождения постоянно присутствуют во всех объектах неживой и живой природы, радиоактивен и сам человек. При этом природный радиационный фон является привычным для всего живого, поэтому эксперименты по измерению радиоактивности создают огромный психологический эффект. Так как наши органы чувств не способны обнаружить радиоактивность, она невидима, не имеет ни вкуса, ни запаха, тем больше эффекта вызывают эксперименты, когда прибор обнаруживает радиоактивность вокруг нас, природный радиационный фон, радиоактивность аэрозоли с продуктами распада радона в воздухе, а также вещества, содержащие калий, удобрения, хрусталь и некоторые лекарства, например, йодистый калий. Это вызывает живой интерес у учащихся искать радиоактивность в окружающих нас предметах, особенно в продуктах питания. Все это привело к созданию практикума по радиоэкологии с применением естественных и безопасных радиоактивных источников. Разработка Института ядерной энергетики и технической физики практикум по радиоэкологии содержит 8 лабораторных работ и использует модульную конструкцию на основе простых технических средств, а в качестве бета- и гамма-радиоактивных источников используются естественные источники на основе калий, содержащих веществ, например, хлорид калия, что снимает все ограничения при работе с ними и дает возможность эталонирования, что крайне важно при проведении измерений. В задачу данного практикума входит ознакомление с основами взаимодействия излучения с веществом, принципами регистрации и защиты от радиоактивных излучений. При этом, по мнению авторов, основы методов лучше усваиваются при работе на простейших приборах, чем при использовании программируемых автоматических установок с трудом доступных начинающим, к тому же мало физичных и дорогих. Все это упрощает работу с практикумом и делает возможность его постановки в лабораториях общей физики, школ, лицеев и вузов. Создание такого практикума весьма актуально, особенно во время нового этапа развития атомной энергетики и применения радионуклидов в науке и технике. Практикум можно использовать в работе начинающего, научного общества учащихся по физике и экологии. Практикуме 8 работ. Для более глубокого ознакомления с рассматриваемыми вопросами практикум может быть укомплектовым набором расчетно-графических заданий. В дальнейшем на основе оборудования практикума можно поставить некоторые демонстрации по темам радиоактивность, физические свойства излучения, использование явлений радиоактивности в науке и технике. В комплект практикума входит методическое обеспечение, учебный радиометр РАДОН с набором выносных детекторов, воздухводовка с фильтрами, источники радиоактивных излучений на слове хлорида калия, набор исследуемых материалов. Одной из работ, которую можно провести на учебном комплексе РАДОН, является изучение поглощения гамма-квантов в веществе. Изотоп калий-40, используемый в качестве источника в данной работе, помимо бета, обладает еще и гамма-активностью. Но на 20 бета-распадов приходится около одного гамма-распада. Детектор, используемый в данной установке, фиксирует порядка 0,1% попадающих на него гамма-квантов. Поэтому, чтобы уменьшить погрешность и, соответственно, время эксперимента, необходимо использовать значительный объем препарата калий-холор в качестве источника. Поэтому источник и поглотитель в работе выполнены в цилиндрической геометрии. Однако, выражение зависимости интенсивности излучения в точке наблюдения от толщины замедлителя получено для параллельного пучка. Для того, чтобы исключить поправки, которые необходимо ввести в выражение для учета цилиндрической геометрии, мы используем относительный метод. Измеряем фон. Измеряем скорость счета источника. Измеряем скорость источника со свинцовым поглотителем. Подбираем толщину стенок железного поглотителя так, чтобы скорость счета была приблизительно равна скорости счета со свинцовым поглотителем. Относительным методом находим энергию гаммы квантов. Сейчас я расскажу вам о работе, одной из целей которых является попытка побороть страх населения перед радиацией. Безусловно, мы все боимся радиоактивного излучения. Однако оно преследует нас буквально повсюду. Даже воздух, которым мы дышим, как сейчас выяснится, обладает естественной радиоактивностью, обусловленной наличием в нем радона и продуктов его распада. Сам радон – это инертный газ, являющийся продуктом распада радио, содержащегося в почве. Таким образом, концентрация радона в почве той или иной области определяется концентрацией в почве данной области радио и условиями выхода радона из почвы. Стоит также отметить, что более чем 5 шестых годовой эквивалентной дозы облучения формируют земные источники излучения. Они оседают на поверхностях продукта распада радио, который является изотопом полонии, висмута, свинца, оседают на поверхностях твердых частиц дыма, тумана, пыли и так далее. Поэтому, если пропускать воздух через фильтр в течение определенного промежутка времени, то можно сконцентрировать естественные радиоактивные изотопы, присутствующие в объеме прокачанного воздуха, на поверхности этого фильтра. Именно это мы и проделаем в процессе опыта. Однако основной целью работы является дополнительное ознакомление и подсчет величины периода полураспада на примере радона, а также изучение кривых распада бета-активных изотопов атмосферного воздуха. Для выполнения данной работы нам понадобится радиометр, состоящий из счетчика Гейгера и регистрирующего устройства, а также фильтр и пылесос. Итак, вначале мы измеряем внешний фон. Итак, теперь убедимся, что фильтр, который будем использовать в дальнейшем, не радиоактивен. Итак, убедились. Теперь закрепим фильтр в держателе на входном отверстии пылесоса. И пропустим через него воздух в течение 15 минут. После того, как мы прокачали наш фильтр, теперь мы его устанавливаем на счетчик. И теперь в течение 5 минут мы наблюдаем за результатом, который, собственно говоря, у нас получится с новым фильтром, с прокачанным фильтром. Видно, что с прокачанным фильтром скорость счета увеличилась во много раз по сравнению с тем, когда мы измеряли фильтр непрокачанный. Со временем скорость счета спадает. И именно поэтому, благодаря этому, мы можем померить период полураспада радона. Что, собственно говоря, и является основной задачей нашей реакционной работы. Все-таки, наверное, не так.